Воспитание активного, патриотически настроенного молодого поколения на Кубани в настоящее время тесно связывается с казачеством. Казачьи истории, традиции и культура дают для юношества очень многое. Это замечательные примеры мужества сражений и самоотверженности трудовых свершений. И все это, конечно, нужно донести до молодежи. Андрей Вишневский с подробностями. Мы побывали в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца, в которой прошел семинар-практикум на тему «Работа казаков-наставников по вопросам казачьего образования и патриотического воспитания». Казаки восьми городов и районов Таманского отдела Кубанского казачьего войска прибыли сюда, чтобы увидеть, как организована здесь эта важнейшая работа – обменяться мнениями, подчеркнуть что-то новое. В нашем районе, как и во всем крае, не так давно создан союз казачьей молодежи Кубани. Новое детско-юношеское общественное движение активно действует, зарабатывая авторитет. Система образования нашего района, воспитания учащихся, работает в тесном взаимодействии с казачеством. Реализация духовно-нравственного воспитания детей невозможна без реализации казачьего образования. Поэтому сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с районным казачьим обществом. Введение в школах классов и групп казачьей направленности – это основная задача, реализуемая нами уже в третий год. В 17-18 учебном году выросло число казачьих классов и групп в школах. Всего по состоянию на 1 сентября 2017 года в школах создано 111 классов и групп казачьей направленности, в которых обучается сейчас более 2000 детей. Собравшихся приветствовал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенишко, который отметил важность формирования в нашем крае казачьего уклада жизни. Этой благородной цели вот уже четверть века на деле содействует атаман Таманского казачьего отдела войска, герой Кубани Иван Безуглый. Это зависит от вас, дорогие наставники. Что от вас? Это сегодня вы своими руками лепите казачьей души и военную составляющую. Вы делаете с них защитников, патриотов. Казачата школы выступили перед участниками семинара. Они исполняли песни, читали стихи, демонстрировали упражнения с винтовками. Зрители, конечно, не жалели для них одобрительных аплодисментов. За родимую отчизму, за свободу постоим. И семью казачью нашу мы ничем не остроим. Это все для жизни, для науки, для людей и для родной страны. Учимся мы все не ради скуки. Вы прославить Родину должны. Затем состоялось занятие в девичьем казачьем классе, посвященное участию кубанских казаков в Великой Отечественной войне. Надо было видеть, с каким вниманием слушали казака-наставника учащиеся. Непростой материал преподносился легко, зрелищно, душевно. Яркие факты мужества кубанцев в сороковые пороховые после такого занятия не забудутся ребятами. Настоящее возрождение казачества немыслимо без формирования человека с патриотическими ценностями. А личность, как известно, начинает формироваться в детстве. Поэтому очень ценен опыт школьного воспитания. Здесь казачий дух, здесь казачество. Я думаю, работа поставлена на высочайшем уровне. Вот сейчас мы были на уроке, практическом, я скажу, где рассказывали нужные и важные вещи. Это о Великой Отечественной войне. Потому что, если мы не расскажем детям, как это было деткам, то наши внуки и правнуки об этом знать не будут. И совсем не случайно стало местом проведения этого серьезного мероприятия именно 16-я средняя школа. Ее опыт давно замечен на уровне края и взят на вооружение. На мой взгляд, это уникальный опыт, уникальный пример. Я рад, что мы взяли как опорную школу именно 16-ю школу. И я вижу, с каким настроением наставники сейчас включились в работу из других муниципальных образований. Я думаю, что тот опыт, который они здесь возьмут, будет не только, наверное, полезен, но и в многом перспективен для других наставников. Под руководством директора школы Татьяны Городничей состоялась экскурсия, в ходе которой казаки познакомились с учебным заведением. Особый интерес вызвали показ спортивных залов и классов для трудового воспитания. Ребята маршировали, демонстрировали умения в разборке, сборке автомата. Все это было интересно для участников семинара. Дисциплина на уровне, открытые занятия на открытом воздухе. То есть разборка, сборка автомата, фланкировка, строевые. Допустим, у меня, вот это моя страсть, холодное оружие. Я сам люблю очень работать шашками. И школа показывает хорошие результаты, по крайней мере, здесь вот. Завершением семинара практикума стала встреча казаков с автором курсов кубановедения «История и культура кубанского казачества» Елена Еременко, на которой было обсуждено проведение казачьих уроков. Казаки-наставники Таманского отдела, обогащенные отличным опытом, будут и дальше работать на ниве казачьего воспитания. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...